друзья всем привет показываю свой фундамент под баню он меня перезимовал второй год вторую зиму принципе все нормально перезимовал никаких трещин никаких недочетов я по нему не увидел не будет баня получается четыре с половиной на пять с половиной метров или где-то четыре с половиной на пять метров вот так вот ленточный фундамент залит получается с со своими он залит то есть тут вот где-то 4 свои там наверное свои пять по углам обязательно и вот в середине там по 2 своим тут еще есть меня площадка такая плита залил для того чтобы как зону отдыху такую сделать как выносная веранду сделать вот и потом залил полы по грунту то есть там у меня песок там у меня все коммуникации вот если видно вот там у меня есть слив это будет слив в моечном отделении и в парной будет слив он сейчас вот закрыт вот этими поддонами строить строится будет баня из газоблока он у меня тоже купленный уже второй год прозимовал вторую зиму и так разметили место под установку погреба а погреб у нас размерами получается две четыреста на 1500 получается что сам котлован для погреба минимальными размерами должен быть три длиной два с половиной шириной и 3 100 глубиной миллион и и и и и Продолжение следует... 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 то есть там про бурил я отверстия вот на металлические столбы стены у меня из газоблока 30 сантиметров вот высота газоблока 25 сантиметров я еще хотел записать отдельное видео по качеству газоблоков вот эти газоблоки фирмы газ саратовского завода насколько я знаю они пролежали у меня в упаковке где-то 2 уже даем третий год третий сезон лежат вон если видно вдалеке там у меня вот теплоновский перегородочный блок на 100 и вот еще получается 22 с половиной поддона из пяти вот этих блоков в принципе ничего им не стало за это время это тут идет вынос крыши то есть я уже предварительно подготовил четыре лунки где-то метр двадцать глубиной и где-то 250 сантиметров в диаметре вот и они вот залили эти лунки поставили столбы профильные у меня оставались еще с прошлого года вот там вот наварили они уголочки вот и поставили эти столбики так ну и вот крыша у нас сейчас напротив солнца поэтому не очень четко видно сейчас отойду подальше вот примерно такой угол наклона будет крыши и и и и и и и Продолжение следует... 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 и краской я покрасил правда немножечко краску нету взял взял для сухих помещений тебя по сути надо было тут мне влажный брать ты заодно покрасил потолок потолок доска у меня тут не обработаны обычный тез 2 сорта в общем не стал и извращаться как-то на потолке уже обработку производить в итоге в общем покрасил двумя-тремя слоями обычные краски в принципе смотрится для принципе неплохо и сарая вот тут меня погреб кто подписан тот знает смотрит вот потом покажу актуальные показатели сделал у погреба я вентиляцию этот вытяжка вот вход то есть получается подачи до воздуха при . выложил я плитку затер затерли мы с женой пластиковые окна еще надо вот обрезать немножко вот это вот пароизоляцию поставить в этом районе я думаю у меня будет верстак сделаю себе из остатков деревяшек которые мы остались в этом месте сделаем что наверное какой-нибудь стеллажик подумаю шкаф с расположением потому что нужно еще разместить велосипед и куда-то либо здесь сделать какой-то небольшой стеллаж а сверху сделать велосипед там еще нужно утеплить тут у меня уже утепленный скат а вот это вот часть стены она не утеплен потому что там идет кровли вот целом вот так значит подписывайтесь на канал буду развивать эту тему у меня впереди отделка баня вот дверь смотрите какая шикарная поставили пластиковая дверь вот ее тоже надо делать так принципе у меня все поставлю потом сюда конвектор в дальнейшем тут у меня если будет газовое отопление у меня тут будет мини котельная то есть котел будет висеть какой-то инженерная разводка так даже гребенка теплого пола в общем вот так всем пока подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео по теме